Добродетель Они ищут грехи у других, потому что свои грехи признавать слишком стыдно, особенно публично. Но что меня особенно поразило, это отсутствие юмора у взрослых людей, их полное непонимание того, что вообще в ролике происходит. Если первая часть посвящена войске добродетели и тем принципам, которые не я придумал, а которые жизнь преподнесла как урок древним людям, мастерам, которые вот это все собрали как мудрость и нам передали. И в свое время, когда я для себя открывал эти понятия, я понимал, что это для меня, не для того, чтобы я на других смотрел и в других искал пороки, а для того, чтобы я в себе это обнаружил. Чтобы я смотрел в зеркало на себя и думал, вот соответствую я тому, что пишут мастера или нет. Естественно, я понимал, что это для того, чтобы работать, искоренять в себе какие-то грехи и проблемы. И поскольку понимая, что я далеко не до конца все себе искоренил, конечно, я этим продолжаю заниматься и до сих пор. Поэтому в конце ролика я вставил фотографию веселого пушистого зверька и сказал, что да, я белый и пушистый. Это как раз была самоирония, то есть способность посмеяться над самим собой, чего большинство из вас, дорогие мои критики, просто не может себе позволить. Вы слишком горды, вы слишком тщеславны для этого. А я могу посмеяться над собой и поиронизировать над собой. И для того, чтобы закрепить вот эту иронию, эту самоиронию, я вставил фразу Владимира Путина, который тоже говорит про белых и пушистых. И, конечно, слова Владимира Путина, они никаким образом напрямую не относятся к воинской добродетели в данном ролике. Они подчеркивают мое отношение к самому себе, тому, что я могу посмеяться над собой, могу поиронизировать над самим собой. И слова товарища Сухова закрепляют всю эту ситуацию. Поэтому я, Путин и Сухов, мы все, получается, заодно. Так вот, почему-то президент Путин, он действует как красная тряпка на БК, на многих зрителей. Особенно на украинских. Потому что их президент Зеленский, видать, действует как зеленая тряпка. Не будем обсуждать политику, мне, в принципе, не об этом ролик-то совсем. Но спрашиваются взрослые люди, неужели вы не отличаете юмор, иронию и воспринимаете в ролике только Путина? Вы так его боитесь или так его почитаете? Мне странно, странно, один украинский, считающий себя умным, продвинутым человеком, воспитанным, как он себя считает, и хорошим, наверное, раз он ко мне имеет претензии, что я не такой. Он вообще стал сравнивать с Гитлером, с Геббельсом. Ну, слушайте, это за рамками происходящего. Если бы в ролике потребовалось вставить Гитлера или кого-то другого, сам контекст ролика требовал, это можно было бы сделать. Почему вы видите только лицо, и вас оно так возбуждает? Это очень странно. А человек, который называет себя Кратевирус, увидел какой-то зашквар. Это что у вас за тюремный лексикон такой? Сидел, наверное, может тебе канал назвать АОЕ-вирус, а так будет, наверное, лучше. В моем окружении так люди не разговаривают, и к другим людям так не обращаются. И вообще после того, как люди себя показали, многие себя показали, проявили, я, знаете, как Авгиеве конюшне почистил канал от этих людей, чтобы они на моих аккаунтах, на моих ресурсах, социальных сетях, чтобы их не было просто. Вообще больше никогда. Никогда. Потому что таким людям не место рядом со мной. Нам с вами не по пути. Сидите в своем болоте, квакайте, каркайте, хрюкайте, чего вы там еще делаете? А, кстати, хотел спросить, а не смущает вас, что у вашего друга имя такое же, как у президента Путина? Может имя поменять надо? Как это вы так, а? Владимир. И вот сидит этот Владимир, извините меня, сыпет дерьмо мешками на голову, венчун, тайди, ушуй, кого угодно. Ну уж про меня я не говорю, ладно, вы можете про меня что угодно говорить, как человек, я понимаю, вам нужно высказаться. И он вам сыпет на голову это дерьмо, а вы, растирая его по лицу, продолжаете пытаться с ним о чем-то разговаривать. Я за вами наблюдаю просто как в зоопарке за животными, больше вы недостойны. Уважение, уважение, это не значит вежливые разговоры непонятно с кем. Прежде всего, уважение, это ваше отношение к знанию, которым вы занимаетесь, к информации, к гунфу, к боевому искусству. Это уважение к врагам, и врага тоже надо уважать. За что надо уважать врага? За то, что он сильный и может вас сокрушить. А кто этого не понимает и думает, что уважение, это какие-то вежливые разговоры, вы глубоко заблуждаетесь. Я думаю, что впереди еще у меня будут ролики, в которых я постараюсь своими словами, насколько, конечно, могу рассказать, что такое воинский добродетель. Не потому, что я знаю истину в последней инстанции, а потому, что я этим занимаюсь, я об этом думаю, я к этому стремлюсь. Я честен, я могу посмеяться над собой. А вы можете только, как сказать, набрасывать дерьмо на вентилятор. Вот и все, что вы можете. Всем спасибо. До свидания.